Продолжение следует... 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 Современные люди занимаются разного рода боготворительной, филантропической и тому подобной деятельностью, но не знают, что все эти виды деятельности могут привести к успеху только в том случае, если их целью является верховная личность Бога, Кришны. Нас также могут спросить, а разве плохо поклоняться и Кришне, и разным частям тела, то есть полубогам? Данный стих отвечает и на этот вопрос. Снабжая пищей желудок, человек тем самым удовлетворяет и все свои органы чувств индрии. Если же он пытается накормить глаза или уши, ничего не выйдет хорошего. Чтобы удовлетворить органы чувств, нужно просто наполнить пищей желудок. Но нет ни надобности, ни смысла служить каждому из них в отдельности. Таким образом, служа Кришне, мы сможем достичь всех целей. В читании Чаритамрите, Мадья Лили 22.62, подтверждение этому говорится, Кришне, Бхакти, Кайли, Сарва, Карма, Критахая. Это стих, который описывает Шадо. Шадо, Шамде, Вишва, Са, Кахи, Сандритха, Нищая. Кришна, Бхакти, Кайли, Сарва, Карма, Критахая. Человек, который занимается преданным служением верховной личности Бога, достигает всего. Это знаменитый пример с деревом. И часто преданные слышат этот пример, читают в книгах Широпраупады, что если поливать корень дерева, ну вот есть дерево, листья, ветки, веточки, и если лить воду на корень, то тогда энергия идет, и все листья становятся счастливыми. Ну, то есть, они не то, что счастливые, они зеленые. И если взять лист, 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 и поливать водой лист, и говорят, ну ты как себя чувствуешь? Он мытый уже лист, но засыхает. И этот пример приводит для того, чтобы показать, что если мы хотим, чтобы все были довольны, все были довольны, надо поливать корень. И обычно у преданных возникает вопрос. Сейчас я вам задам этот вопрос, и вы скажете точно, был у меня такой вопрос. Это значит, что если я поливаю корень, а как поливать корень? Ну, самая как бы простая вещь. Хари Кришна повторяет. Сижу в алтарной и повторяю Хари Кришна, то планктон в Атлантическом океане счастлив. Я ведь поливаю корень. А планктон, он же связан как бы с деревом, правильно? Если дерево поливается корень, то и планктон будет счастлив. Понятно, да? Сникал только вопрос? То есть я повторяю Хари Кришну, и чего это родственники мои ругаются? Они же должны быть счастливы, правильно? Да? Я же корень поливаю. Блин. А родственники-то чего на меня кидаются? Хороший вопрос у меня, да? Вот. Давайте мы разберем эту аллегорию, этот пример с деревом. Что означает? Что это означает? Потому как вот это вот заблуждение, оно возникает, и много проблем. И надо понять, что каждая аналогия, пример имеет свои границы. Он имеет свои границы. То есть если мы что-то с чем-то сравниваем, вот я говорю, что ваше лицо подобно Луне. Могу же такое сказать? Да? И что это значит? Что это значит? Если кого-то, чьё-то лицо сравниваем с Луной, что это значит? Что она круглая, такое. Что она красивая, яркая. Вот ночью выходишь, она светится, да? Правильно? Ну то есть вот я говорю, что с Луной сравнивают, потому что оно светится, да? Луноподобные лица, да? Потому что они светятся, как Луна. Но если мы будем дальше разбирать, да? Так а твое лицо так же далеко, как Луна? Или твое лицо такое же щербатое, как Луна? Или оно что? Или оно крутится постоянно, как Луна? Правильно? И оно то половина его, то это. Вы помнили, да? Учёный говорил, что пример, когда аналогия приводится, да? Этот пример, эта аналогия, она как подчеркивает какую-то одну вещь. Какую-то одну вещь хотят до нас донести. Правильно? Но это не значит, что полностью эта аналогия, она вот одно и то же. Просто одну вещь какую-то. И чем больше эта аналогия, как сказать, ну подходит для иллюстрации этого, тем лучше эта аналогия. И когда приводят пример с деревом и корнем, да? Здесь одну вещь хотят подчеркнуть, самую главную. Какую? Кришна источник всего. Так, Кришна источник, всё выросло из него. Хорошая вещь. Ещё. Что он питает все свои. Что он главный. Что он главный. Что он самый главный. Его воля верховная. Вот что он решает, это и будет законно. Правильно? Ещё что питает это, что значит? Что он даёт санкцию на всё. Санкцию. В том числе и на счастье. На счастье он даёт санкцию. Вот. То есть, самая важная вещь, что он главный. Если и так, если перевести этот наш язык, что если мы будем слушаться Кришну, всё будет хорошо. Теперь давайте эту аналогию разберём с трёх сторон. Первый момент это, что означает поливать листья. Листья это вы. Поздравляю вас. И вот значит лист. И я подхожу к листу. И собираюсь его поливать. Что означает поливать лист? Это означает, я спрашиваю лист, что надо-то? Он говорит мороженого. Пироженого. И значит я ему мороженого и пироженого. Это значит, что я лист поливаю. Согласны? Правильно, помнили, да? И в чём проблема, когда я поливаю лист? Ну, он же ещё доволен. Он говорит, мороженое вкусное. Пироженое. Не всегда полезно. Не всегда полезно. Ещё. Ну, то есть, вот поливаю лист. Значит, иногда он может просить то, что ему будет неполезно. Он же не знает, да? Вот. Ещё. Ему понравится просить. Ему понравится просить. Ну, раз мне служат, значит, я Бог. А, и это плохо. Когда лист начинает думать, что он корень, да? Это не очень хорошо, потому что ему будет трудно жить. Когда детей неправильно воспитывают, ну, в настроении, что они корень, то жизнь их, пока они маленькие, да? Когда, пока они маленькие, мама с папой крутятся вокруг них и терпят все их капризы, все их божественные проявления, что всё должно быть вокруг нас. Но когда он уже не маленький, а сознание детское, будут его пинать все просто. И никто не захочет с ним рядом находиться. Помните, да? Знаете это? И взрослому надо становиться посмиреннее. Взрослые, знаете, такие потерпеливее, посмиреннее, потому что знают, будешь сильно капризничать, останешься один. Но дети пока об этом не знают. Им можно пока. Потому что двое, папа с мамой, готовы признать его божественной личностью. Но взрослых уже это трудно, это уже трудно было. Итак, лист. В чём проблема с листом? Что, во-первых, этот лист, он сам не знает, что он хочет. И даже то, что он хочет, не всегда ему полезно. Вот. И мы... Ещё одна проблема. Листьев-то много. Обратите внимание. И пока я поливаю один лист, другой лист, он говорит, а что вы мне внимания не уделяете? Всегда недоволен. Я этому листу, значит, пирожное, а мне мороженого. Я опять не уводил. Вот сколько бы вы ни пытались листья поливать, исполнять желание листьев, вы же попытаетесь исполнять желание листьев. В какой-то момент лист, конечно же, скажет, всё, так здорово вообще. Вот больше мне ничего не надо. Такое бывает? 15 минут. 15 минут, да. Потом, вот, знаешь, вот ещё одну вещь. И вы пытаетесь его поливать, 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 поливать. А они всё недовольны, 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 недовольны. Ну, немножечко довольны потом, а опять недовольны. Потому что они не знают, чего они хотят. Итак, смотрите, сколько интересных вещей, когда мы поливаем листья. Теперь давать тогда, может, не поливать их вообще. Вот люди там что-то приходят, а мы говорим, мол, я не буду делать то, что вы просите. Ребёнок ваш кричит, говорит, что ты кричишь, тебя сколько не кормит, ты всё кричишь. Не буду я тебя кормить просто. Решает эту проблему. Он помрёт тогда. Ещё хуже будет. Поливаешь, немножко не кричит, потом опять кричит. И вот, теперь давайте посмотрим, что означает поливать корень. Давайте разберёмся, с этим моментом. Что значит поливать? Вы уже поняли, что поливать означает исполнять желание. И вот, если человек исполняет желание Бога, исполняет желание Бога, то тогда он доволен. Пока мы сейчас про листья пока не говорим, хотя мы сейчас разберёмся, как бы его полить сначала. Да, 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 да. И что же хочет Бог? Вот мы спрашиваем Бог, чего надо тебе? И сразу, так, знаете, так уже зажмулились. Сейчас что-нибудь попросит, нехорошее. Сейчас что-нибудь, знаете, мы почему боимся-то у него спрашивать, да? Потому что сейчас он попросит, да? Что-нибудь такого. Вот ему оно надо, да? А мне это тяжело. И он меня эксплуатирует. Что такое эксплуатация, да? Это значит, мы подходим к кому-то, и у него, значит, желание есть. И ему до меня, и то, что мне это будет неприятно, никакого дела нет. Да? Так же на работе происходит. Там хотят, чтобы мы работали. Ну, конечно, деньги какие-то платят. Но если мы не будем их удовлетворять, работать на них. И они сильно не переживают, как мы себя чувствуем, да? Вот они, у них вожделение. Вожделение означает, что у них есть какие-то неудовлетворенные желания. И из этих неудовлетворенных желаний возникают просьбы. Что такое просьба? Означает, человеку чего-то не хватает. Вот тем, кому все хватает, они ничего не просят. Или нет? Да. Они ничего не просят, у них все есть. Желание возникает от неудовлетворенности, от неполноты. И, значит, если там кто-то большой, и контролирующий все, ему что-то не хватает. И ему там не хватает свечек. И он говорит, а можешь мне свечек принести? И мне теперь приходится бежать за этими свечками. Не смотреть телевизор. прибегаю со свечками. Он говорит, а можешь еще и поклониться мне? Вот у меня этот, ну, артроз, артрит. А он говорит, надо поклониться ему. Да? И вот как-то неприятно. Он что-то меня манипулирует. Да? И вот он там в книжках своих священных чёток у меня не просит. И напрягает меня. Ну, говорит, надо поливать его. Давайте подумаем, а что же ему реально? Надо ему эти свечки-то? А что он просит-то об этом? Вот что ему, по факту, вот тот, у кого есть всё, все свечные заводы, вот, все эти богини удачи, вот, все красивые женщины, вот, все уже, всё есть. Представьте, в холодильнике полон. Вот. И при том, он не снаружи холодильник, а внутри. Даже открывать не надо. Нам просто раз уже доволен. Он самодостаточный. Значает, что счастье, удовлетворённость уже внутри в нём находится. И ему не нужно ничего снаружи для того, чтобы быть счастливым. И что ж тебе надо-то тогда? Вот какая сложная задачка. Как можно порадовать того, у кого всё есть? Ему нравится только одна вещь. Вот тот, у кого всё есть, ему нравится только одна вещь. Что же ему нравится? Любовь. Ему нравится... Вот. Давайте слово любовь не будем использовать, потому что мы уже знаем, что это значит любить картошку. Вот. Он не любит картошку. Ему нравится радовать живых существ. вот его хлебом не корми, дай-то сделать так, чтобы листья, листья были счастливыми. Ему больше ничего в жизни не надо. Ну, действительно, представьте, вечность. Ну, сколько вы пирожков сможете за вечность есть? Ну, это же надоедает, правильно? Вот. А что ему нравится, их же, он же их мириады, мириады создал. И с каждым из них своё. И ему нравится, чтобы вот он радовался. И больше ему ничего не надо. Представляете, как всё меняется? То есть, ему свечка не нужна. Ему надо, чтобы живое существо обрадовалось. Но вот какая проблема с живыми существами. Живые существа в материальном мире, они отвыкли радоваться. Они настолько погружены, мы вчера разбирали вот эти спирали, да, настолько вот эта природа эгоистичная, он же создал их по образу и подобию. Это означает, он же их создал точно нас, то есть, создал точно такими же, как он сам. А он живёт тем, чтобы жить для них. И он создал нас такими, чтобы жили для него. Но это вот как раз и есть взаимоотношения. Вот это и есть вот любовь, или бахтия, это называется. Поэтому он смотрит на нас и видит, что мы, знаете, отказываемся от своей природы. и мы против своей природы поступаем. Знаете, вот говорят, занят не по природе. Вот возьмём, допустим, компьютер. Какова природа компьютера? Как его по природе занять? Ну вот нажимаешь вот так, и тут печатается. Это занят по природе. Думаю, как вот эти сделали Apple, да? Какой хороший компьютер они сделали? Удобно, руки лежат, быстро всё печатается, не зависает. Ну просто создан для людей. Хороший звезд, да? Потому что мы его по природе используем. Теперь возьмём и будем использовать его как доску для нарезки картошки. Ну как-то он прогибается, там, что-то хрустит, там, да? Что сделали люди вообще? Вот Apple, они ничего не соображают просто. Верунду какую-то сделали. неудобно. Потому что мы не... Или использовать это для того, чтобы расчесывать волосы. Ну неудобно, правильно? Неудобно. Стоит дорого. Стоит дорого, неудобно. Что за ерунду сделали? Вот капиталисты несчастные. Но вы просто неправильно используете. И тут душа, которая создана для того, чтобы жить не для себя. Вот у неё так всё под это подстроено, понимаете? Кнопочки там все, чувства, да? Всё так устроено, чтобы она так жила. Она так решила, нет, буду жить для себя. И потом говорит, что-то я как-то вот... Что-то не хватает. Что-то мне плохо. Вот ты не по природе занят. Поэтому Господь, который хочет, чтобы душа была счастливая, что Он просит у неё? Что Он не говорит? Что когда Он говорит, Господь, что для тебя сделать? Что Он говорит? Я хочу, чтобы ты был счастлив. Вот у него посыл какой. Здорово. И для того, чтобы ты был счастлив, тебе нужно немножечко оторваться от эгоизма и больше свою природу занимать. И все наставления вот в этих книжках, да, там, пастись, там, да, веди себя в атаке или в атаке, да, это всё одна идея помочь живому существу быть счастливым. И для того, что ему там на облаке сидит и, знаете, ему нравятся эти постные лица. И он такой счастливый-счастливый. Вот пусть мучаются и мне это счастье приносит. Да нет, ему нравится это то, что человек открывается от своего эгоизма. Поэтому вот поливать кори, удовлетворить кори означает начать действовать согласно своей природе. И он и просит нас. Он и просит, здесь надо попаститься, здесь нужно немного отказаться, здесь нужно, ну, знаете, уважать людей. Вот что удовлетворяет Господь. И он не удовлетворяет просто какие-то придуманные риторики. Ну, так договорились, что вот ему это нравится. Это же просто догматизм, да? Догматизм. Люди придумывают, ну, вот у нас решили, что мы будем кланяться. А где ты решаешь, что мы будем подпрыгивать? Какая разница? Есть разница. Идея разная. Все вот эти ритуалы, все эти предписания, там стоит идея определенная. И идея, чтобы мы были счастливы. В другой момент, люди, надо научиться им правильно пользоваться. Как в аптеке есть много лекарств, они все полезные. Но надо научиться пользоваться, чтобы мы учились. И так, поливать корень означает выполнять его желание. И выполнять его желание, а он просит, Он просит, чтобы мы были счастливы. И чтобы мы были счастливы, это чтобы мы по природе заняты были. И так как не все готовы сразу по природе быть заняты, мы же все с разной степенью болезней. Поэтому существуют разные предписания, которые помогают людям с разным уровнем эгоизма продвигаться в сторону своей природы, бескорыстного бакса. Вот что он просит. Теперь, что происходит? Сейчас самое интересное. Сейчас мы до планктона дойдем. Сейчас вы поймете, как листья счастливы. И вот, допустим, я говорю, ладно, Господь, я буду делать, как ты хочешь, я понял, ты мне добра желаешь, ты хочешь, чтобы моя природа проявилась. Вот. И что мне надо делать? И тут он говорит, что тебе надо, первое, что надо делать? Ну, Харикришна повторяет. Харикришна надо повторять? Надо. И это же не просто механический, догматический какой-то ритуал. Харикришна повторяет, это означает быть в настроении, культивировать себе настроение смиренного слуги Бога. Природу свою культивировать. Два часа мы работаем над своей природой. я сейчас под впечатлением нахожусь, ну вот, два дня назад читал представление, как Харикришна повторяет. И я-то всегда думал, что Харикришна зачем повторяет? Вот, садишься и говоришь, Харикришна, Харикришна, и должны, знаете, мурашки пройти такие, мурашки, как вот, даже лучшие слезы, счастья, вот такого хочется. и как-то вот думаешь, что-то не работает ваше Харикришна. Где? А оказывается, Харикришна повторяет не для того, чтобы у нас мурашки пошли. Не в этом идея. А для того, чтобы у него пошли мурашки. Видите, то есть я сажусь повторять мантру для того, чтобы мне было приятно. Ну, зачем же еще повторять-то? Я сажусь для того, чтобы, ну, меня как-то почистило немного, там, как-то, да? Чтобы у меня, там, вот, ну, чтобы мне было хорошо. Правильно? Так вот, это против природы. А идея такая, что я сажусь в Харикришне повторять, чтобы ему было хорошо. Это вообще, да, поперек, да, материального сознания. Какой смысл. А мне что за это было? Ничего. не будет. Как ничего не будет? А зачем работать-то тогда? Вы видите, кармическое сознание. Я готов что-то делать, да, если мне за это что-то будет. И в итоге мы, как бы, с Богом торгуемся. А тут не надо торговаться. Тут в бахте же, да, в бахте означает, что я вот, ну, ему нравится, ну, и ладно, буду, чтобы ему нравилось, повторять. А вдруг тебе за это ничто не будет? Ну, да, вдруг, уже сразу вера, ну, все. Только преданные могут повторять Харе Кришна, только для того, чтобы ему понравилось. Только преданные. потому что знают, ну, Кришна же хороший. Ну, как он меня кинет-то? Ну, как это, знаете, там, в духовном мире же, они же все счастливы. При этом, никто ничего от него не ждет. Все счастливы. И Кришна, при том, тоже, знаете, мы слышали, что вот надо повторять, там, тринатопису, нечина, да, вот, что надо быть терпеливи дерева, смирение травинки, да, слышали такое, оказывается, эти качества, это качества Кришны. Кришна, оказывается, не ждет почтения и готов оказать почтение каждому листику духовном мире. Это же кришнанские качества. Это он такой просто. Вот. И поэтому он преданный, когда поколеется Кришна, они тоже такими становятся. Какой бог, такие эти последователи. Вот. Итак, это немножко про Хари Кришна, да, вот так вот. Так я сажусь, Хари Кришна повторять для него и ничего не жду, кроме того, чтобы он порадовался. И если там не получается, ну, ум же улетает, я начинаю уже молиться, Господь, ну, помоги мне для тебя повторять, а? Ну, помоги мне, чтобы ум не улетал, чтобы тебе же не ослышал, тебе нравится, когда внимательно повторял. Ну, позволь мне для тебя внимательно повторять. Видите, вот это смирение, это смирение. Теперь дальше, что еще он говорит нам делать, кроме Хари Кришны, повторять? Ну, греховные поступки не совершают. А греховные поступки не совершают. Теперь принципы. Да, принципы он говорит, надо соблюдать. Вот. А с людьми что надо делать? Шинковать их надо? Долгу планировать. Уважать. Да, ну, надо их уважать. Вот, смотрите, я же корень поливаю, да? Корень поливать означает, делаю то, что он просит. Я прихожу к человеку, и этот человек, знаете, ну, нос у него не тот просто. Похоже, не русский просто. Еще и лысый. Не нравится он мне. Ну, просто не нравится. И хочется ему что-то сделать такое, чтобы ему тоже не понравилось. Но я же преданный. Я преданный Кришне, я понимаю, служить листиком, да? Надо как? Как? Корень говорит. А корень что говорит? Делать. Он говорит, надо добро делать людям. А добро, это означает делать такие поступки, телом, умом, речью, которые помогут, живым существам стать лучше. Помогут, живым существам быть ближе к своей природе, бескорыстному служению. И вот это, значит, не наш стоит. И вот как вот так мне поступить, чтобы он, знаете, вдохновился отказываться от эгоизма. Вот что мне надо такое сделать? Я хочу же добро ему, Кришна и Гуру говорит, сделать для него добро. А добро означает поступить так, чтобы он воодушевился, тоже что-то отдавать. Что сделаем? Молиться. Молиться за него будем, окей. А сделать-то что можно? Простые вещи какие-то. Какие простые вещи? Угостить. Угостить, спросить у него, что у вас происходит. Доброе слово. И он как-то так, что происходит с человеком, который вот так вот к нему по-доброму? Кришна говорит, Кришна же такой у нас, добрый. И он говорит, ну, ведите себя прилично, я буду счастлив из-за этого. И если мы поливать корень хотим, значит, надо вести себя так, как он просит. А он приличный человек, понимаете? Он хороший человек. Кришна-то прилично себя ведет. И он говорит, надо вот так с людьми вести. И если я поливаю корень, я должен вот так с людьми вести. Не причинять им страдания. Страдание означает, своим поведением приводить к тому, что они деградируют. Надо добро делать. И вот представьте, преми начинает вести себя так, как Кришна говорит. Люди от него не могут оторваться. Потому что он Кришну проявляет. Они начинают, глядя на преми, понимать, какой Кришна. Представляете, мы выходим и говорим, а мы Кришне-то. И ведем себя, как нас в детском садике мы учили. И люди начинают думать, Кришна какой-то злой человек. И как они будут привлекаться? Кришна значит привлекающий. Правильно? А если мы ведем себя не как Кришна говорит, а как сердце подсказывает, то мы не будем привлекать, проявлять привлекательную природу Кришны. Мы будем пугать людей просто. И одно из качеств, премиума, одно из признаков, что у человека есть бхакти, что он развивает в себе чистые бхакти. Шубада. Шубада значит все благоприятные. У него характер такой, у него поведение такое, что тхиры и адхиры, благочестивые и неблагочестивые люди, привлекаются к таким человеку. Потому что нам же что листочку-то хочется? Что хочется каждой душе? Чтоб к нему нормально относились. Мы это называем, чтоб его любили. Правильно? Любили означает принимали во внимание его. Его как личность принимали во внимание. И Кришна. Кришна это личность, которая так может делать. И когда кто-то начинает проявлять это качество Кришны, ну разве будет несчастен листочек? Кошка даже поймет, о чем речь. Как говорят, приятное слово и кошки, хорошее слово, хорошее слово, хорошее слово и кошки принят. Видели, да? Наши животные со своим эгоистическим сознанием, даже они понимают, когда им добра хотят. Так неужели же, если преданный будет вести себя, как Кришна говорит, люди не будут довольны. Обычно они довольны. Если человек ведет себя, как преданный, как Кришна говорит, это и есть поливать кури. И тогда листья вокруг начинают быть довольными, счастливыми. Потому что корень поливается. То есть, вот это и есть поливать корень, вести себя, как Кришна говорит. И тогда вокруг нас люди начинают становиться счастливыми. Им же этого хочется. Теперь кто-то скажет, а если они все равно недовольны? Тут два варианта. Либо вы Кришну не проявляете, вы ведете себя никак, Кришна не говорит. В этой ситуации. Либо лист отрезан от дерева. В другом месте Шива Праупада это 1.1.5 Я сейчас почитаю этот отрывок. Он говорит, если поливать корень дерева, то все остальные его части также насытятся водой. Лишь отрезанные ветви и листья отрезанные ветви и листья не будут при этом удовлетворены. Шива Праупада расширяет эту аналогию. то есть стихия из Багава там Багава написано, но он в комментариях в этом расширяет эту аналогию. Если отрезан лист или дерево ой, ветка дерева, со временем они засохнут, сколько бы их не поливали. Что означает отрезанные? Отрезанные что означает? Человеческое общество оторвано от личности Бога подобно отрезанным ветвям и листьям. И тот, кто пытается их орошать, напрасно тратит свою энергию и средства. Тут намер дается, что отрезанные означает оторванные от Бога. Смотрите, вам интересно вообще? Да, да, да. Нормально, да? Я не знаю, может просто только мне интересно. Что значит отрезанные? Значит, смотрите, природа души жить не для себя. И теперь, соответственно, это когда она живет не для себя, а для Кришны, Кришна проявляется в его жизни и живет для него. Вот дерево и листья и корень связаны между собой. Теперь оторваться это означает забыть о своей природе полностью. И вчера мы говорили, что когда вот эта природа эгоистическая настолько покрывает человека, что в нем проявляется такое качество как зависть. Вот это эгоистическое состояние завистливое. И завистливый человек он не только Бога не признает, он не только он не видит, у него же сознание стало узким, он только видит свои интересы, он перестает видеть Бога, он говорит, само все появляется. Если еще больше эгоизм, то он даже перестает видеть, что какие-то люди для него что-то хорошее делают. А если еще больше эгоизм, то даже он святого человека видит, который ему просто заваливает его добро. Он ведет себя прилично, Храхада Махараджи, но он в экстремальной степени проявлял качество Кришны. Ну, лучшего ребенка просто не придумаешь. Лучшего не придумаешь. Даже когда его папа там убивал и все остальное с ним делал, единственный, кто за него помолился, все остальные только обрадовались. В Багават если вы почитаете, когда вся эта операция была проделана, все с облегчением вздохнули. Ну, наконец-то сдох этот Хиран Махараджи. Один сын переживал. А ему то что переживать? Он же столько зла сделал этому отец ему сделал. А он переживает за него. И благодаря его переживаниям Хираник Ишипу раз и избавился со стороны. Так вот, смотрите, Прахады Махарадж идеально проявляет качество Вайшнала. Хираник Ишипу настолько он оторван, настолько там завистливое сердце, что его не пробивают. Животных пробивал, когда Прахады Махарадж попадал в пещеру со змеями. Змеи очень завистливые существа, очень завистливые. Они могут выкусить без всякого повода. Просто злопричины. Когда кто-то прохладно Махарадж попадал, даже они успокаиваются. А Хираник Ишипу не успокаиваются. Такое бывает. конечно не нужно теперь зачислять категорию завистников, если они вдруг не очаровываются нами. Это просто говорит о том, что у нас похоже мы плохо курень поливаем. Но даже если это святой человек, он полностью проявляет и поливает курень, проявляет качество, которое Причина хочет, чтобы он проявлял. Такие исключения бывают. Такие исключения бывают. Это называется, что душа оторвана полностью от дерева. Даже если Бог перед ним появится со всей своей удивительной природой, этот человек все равно не будет доволен. Все равно он будет испытывать, он не увидит хорошего. Но это уже большая болезнь. Вот в принципе это то, что я хотел сказать про корень и про дерево. Давайте повторим о чем речь. Поливать лист означает исполнять его желания. Во-первых, мы не всегда знаем, в чем он хочет, и даже делаем, что он хочет, все равно не доволен. Потому что природа не удовлетворена. Второе, поливать корень означает делать, что корень хочет. Что корень хочет, он хочет, чтобы мы были счастливы. Поэтому он просит только те вещи, которые помогут сделать нас счастливыми. В том числе он просит нас вести себя прилично. И когда мы ведем себя прилично, как Кришна просит добро, не делаем зла, и так далее. Все это вайшнавское поведение, вайшнавский тегет. Но тогда люди, если мы так себя ведем, туристе вокруг начинают быть довольными. А кому не понравится с хорошим человеком рядом и третий момент, но даже если какой-то супер преданный, но всегда же есть примеры того, Прохада Махараш допустим, что даже он супер все проявляет и поливает корень, и Бог недоволен, а его кто-то ненавидит, и все равно он недоволен, но кто-то рядом, кто ненавидит его. О чем речь? Ну это значит, что лист сильно отрезан. Отрезан от дерева, это означает, что вот эта завистливая природа настолько ну что свобода у нас всегда остается, мы не можем заставить, даже Бог не вмешивается в свободу, и если душа не хочет не хочет проявлять свои божественные качества, а упирается и хочет быть эгоистом, но никто заставить его не может, но никто, Бог не может заставить, уважает свободу, и поэтому люди с такой сильной обусловленностью, даже им делаешь добро и ведешь себя правильно, они не будут доволен, вот эта аналогия, которая здесь описана, можем ее разобрать, и немножечко про пугубогов тут речь, о пугубогах, речь идет о том, что мы служим листьям, вот смотрите, какой момент, вот лист говорит, я хочу быть довольным, да, вот, как и теперь я, он говорит, я хочу мороженого и пироженого, а я это, значит, хочу добра ему, он говорит, господит, надо добро делать, вот, поливать корень, значит, делать добро, я смотрю, спрашиваю, как ты думаешь, корень, а вот ему мороженое, пироженое принесет счастье, он говорит, принесет только на дому в таком количестве, и вот, когда я удовлетворяю желание листа, в гармонии с корнем, это идеальный вариант, да, и вот про полубогов тут речь, не поклоняться полубогам, это означает не делать их желание центром своей жизни, центром своей жизни нужно делать желание Кришны, но это не значит, что теперь полубогов надо там, полубог, и мы, полубог, это значит великие личности, управляющие стихиями, президент страны, да, президент дождя, президент ветра, да, ну это все великие личности, и теперь мы смотрим на этого великого человека, знаешь, я вот тебя не буду удовлетворять, ты же не бог, правильно, ну все тогда, уходи отсюда, это аппаратха, и одно из оскорблений святого имени, это неуважительно относиться к преданным, они же преданным, так все, посмотрите, старший преданный какой-то махараш приезжает, и говорит, ну ты же не бог, правильно, ну и все, я буду только Кришну удовлетворять, это же оскорбление, поэтому оскорблять полубогов, великих личностей, оскорблять президентной стороны, это оскорбление, придут реакции, не признавать кого-то богом, это еще не значит оскорблять его, ваш ребенок тоже не бог, ну что теперь, его оскорблять надо, поэтому не поклоняться полубогам означает не делать их желание центром своей жизни, но уважительно и служить полубогам, это означает относиться к ним так, как говорит нам корень, и что корень говорит по поводу как относиться к старшим преданным, к почтению, уважению, вот, но это не значит, что я им поклоняюсь как к богу, вот такая разница, к жене надо относиться с почтением, но значит, что она бог, к мужу надо относиться с почтением, значит, что он бог, правильно, вот, это тоже вот важный момент, потому что есть такая ошибка у преданных, когда не слышишь, что там мы не поклоняемся полубогам, теперь все, они там фыркают, значит, лучше из ваишнавы господь Шива, он говорит, о, эти же полубог, все, надо вот снести этот храм, потому что мы же полубогам не поклоняемся, это тоже глупость, это тоже глупость. Тут много еще, чем можно сказать, не знаю, вот, может быть, есть вопросы, уже потому, что мы говорили, я пытался объяснить эту аналогию, как она, чтобы не было ошибок. Получается, что если ветка отрезана, то мы можем помочь только молитве, да? Как, таких вот прям, как хираника, шипо, отрезанных веток, немного, это такая вот редкость, крайне болезненная. Большинство людей, они немножечко оторваны от дерева, немножечко оторваны, вот так вот, то есть они, как бы, сердце жесткое, да? Но не настолько, как у хираника, шипло, шила-прупады говорит, что вот, ну, настоящих, таких демоничных людей, их не так много. Основного, это люди невинные, люди невинные, которые, они с телевизора, вот, и поверили тому, что там говорится, и, ну, как бы, не верят в ценности вот эти, что надо быть, ну, ценить вот эти ценности, да? Добро, да? Не делать зла, не верят в это, не верят. Говорят, нет, если, как меня учили в детском садике, что простота хуже воровства. Ну, не надо быть простым, надо о себе как-то вот, учили меня в детском садике. Вот. Вот такие вот странные ценности вкладывали в меня в детстве. Вот. И это просто вот, ну, какой-то вот, но это не настолько оторванный лист. Поэтому, когда человек встречается с таким ярким добром, да? Он сразу раз и присоединяется к этому вере. Не нужно думать, что их много таких людей. Совсем уж, которые оторвали, там, выпустили, но надорвано, там, вот. по мере того, как мы будем лучше понимать, что значит полегать корень, больше и больше людей вокруг нас будут счастливы. Я просто понимаю, что, ну, если человек, ну, редко немножко надорвано, да, мы еще тоже не достигли как бы сознание, как пропадает. Наша способность помочь ограничена. Поэтому в этом случае если не получается никак, то только так, да? Не только так, нужно еще подальше держаться, потому что, может, мы раздражаем этого человека. Ну, своим каким-то странным поведением мы можем раздражать без того, чтобы помогать. И тогда Кришна говорит, что если вы пробуждаете какие-то дурные качества в человеке, да, то вам надо на расстоянии быть с этого человека, какую-то дистанцию держать, чтобы не приводить к его деградации. Вот это как вы сказали... Это и есть поливать корень в данном случае. В данном случае вы поливаете корень. Держась подальше, вы поливаете корень. Чтобы не приводить к деградации человеку. Я хочу дарю нахитя сказать, что вы говорили, что поскольку мороженое, это надо у Кришны спросить, и он скажет, он скажет подальше держаться. Да. И так как у нас сейчас Кришны как бы ващи на уши, то тут надо с опытными людьми общаться, у которых очень хорошее проявленное в жизни понимание, что хочет Господь, понимание Его доброты, понимание, как правильно вести себя по-вачнаски. с такими людьми надо советоваться, чтобы, так как опыта мало, мы ведем себя часто так, как нас научили в школе, в детском садике, в интернете, и это автоматически. Если я не знаю, как правильно, я автоматически поступаю, как обычно. И особенно в ключевых моментах хорошо советоваться. Хорошо слушаться. А вот бывает, что мама, папа, ребенок, и ребенок вдруг о корне узнал, а может быть у него у ребенка жена уже есть, и он как бы так как рванул, или хочет сорваться вообще, побежать, а мама говорит папу, учиться тебе надо, как деньги ты будешь зарабатывать, или еще что-нибудь, а он такой раз, ну надо же корни служить, а они вот слезы проливают, что же такое. То есть вот эта целая наука заниматься преданному служению, целая наука. И это типичная ситуация, когда человек поверхностно понял, поверхностно, он почитал книги, допустим, он читает Библию, там написано, что однажды Иисус шел со своими учениками, и к нему подошел молодой молодой юноша, и спросил, как я могу, как мне правильно жить, что мне делать, чтобы ты был доволен. Он говорит, ну, уважай отца и мать свою. Хорошее же наставление, не? Ну, я уже и так это делаю, я это всегда делал, всегда делал. Ну, тогда уходи из дома, пойдем за мной. Видите, да? И человек прочитал это, о, так мне надо уходить из дома и идти за Иисуса. Мне надо в монастырь. Правильно? Или он читает Бхага Бхакитву, Кришна говорит, оставь все обязанности и предайся мне. И он думает, все понял, увольняюсь с работы, ухожу из дома, вот, деньги один мой друг он эти предал, и раз отдал свой дом одному, вот, это отдал другому, и без всего просто, в одних джинсах, приходит в монастырь и говорит, я вот пришел. Молодец! Разные вещи есть, да? И тут, соответственно, и потом он, смотрите, я 200 человек, вот, когда я пришел, в 93-м году, у нас пришло 200 человек, вот, осталось трое. Многие потом, о, вот, меня заманили, я все бросил, не отучился, так, и все, вот так вот, да? И вы виноваты. А это просто он не понимал, как надо поступать, опыта-то нет. И еще раз, в аптеке есть много лекарств, и они все для того, чтобы лечить. но если нет врача, то человек, знаете, вот ему этикетка понравилась, сейчас в аптеку приходишь, и эти лекарства как какие-то игрушки просто, как какие-то, ну, шоколадки. И думал, что надо вот это купить? А оно тебе не надо вообще. Тебе другое надо. И человек вот сам выбирает, особенно, если у него, знаете, вот, работать не хочется, как Арджуни, ему не хотелось работать. Не хотелось работать. А тут повод появился. Господь им еще раньше надо духовной жизни. Как раз все сходится, смотрите. Работать как-то сложно, и тут еще вот Господь. Все понятно, я понял все. Эй, подожди, подожди, подожди. И вот тут надо советоваться. Кому-то в монастырь, кому-то на работу. Все разные. Все разные. люди. И цель Кришны не в том, чтобы мы все в монастырь ушли, а цель Кришны, чтобы наша природа, или все ушли вот в эту религию, если все ушли вот в эту религию. Цель его не в том, чтобы мы в какую-то религию ушли, или вот все были лысые, да? Цель его в том, чтобы мы прогрессировали по направлению к своей природе. Если эта деятельность помогает человеку идти к своей природе, это хорошая деятельность. Он занимается тем, чем нужно. Вот. И тут нужен опытный человек, который скажет, который чувствует, прогрессирует человек или деградирует. Он скажет, тебе не надо это делать. Тебе нужно вот так служить. Вот так Господь берет такой головой. И признаки такого человека это отдельная тема. Это не любой, который написал себе значок спроси меня как, если вы не спрашиваете как. Нет, есть признаки. Может быть, завтра мы об этом поговорим, завтра читаем об этом. Но не утром, а у нас будут лекции, что мы уже там для всех я вам расскажу. С 8 до 9 для всех. Может быть, мы поговорим, кому можно верить, какие признаки людей, каким можно верить. Хорошо? Еще про дерево, листья, что интересно? Сомнения? Все какие-то. Как понять, что Бог хочет тебя? Вот книги и специалисты, которые разбираются, в чем там написано. Надо спрашивать, с чего мне начать? Я сумасла молиться за другого. Обязательно. Конечно, почему нет? Хорошие же вещи. Им же от этого лучше было. Они сами может так не обращаются к Богу, но можно за них попросить. Ну, можно по-разному просить же, да? Есть молитвы в гунах природных. Можно попросить, чтоб он побыстрее к тебе ушел. Уже больно он тут зажился. Что-то долго уже живет. Он уже сменил тело. Вот это одна как бы молитва. там могут быть молитвы. Чтоб у него много, много, много денег было. И знаете, представьте, много денег у человека. Да, может быть, это для него, у него нет способности с этими деньгами. Или такая молитва, чтоб ему хорошо было. Что вы под этим имеете в виду? Вообще непонятно. А, сделают ведь? Вот. надо конкретизировать, что вы хотите для них. И если тоже, когда люди там, не знаю, умирают, тело меняют, тело раз, и они куда-то пошли. Тут тоже надо за него помолиться. А что просить-то? Что просить? Вот. И самое лучшее, о чем можно просить, чтобы этот человек, эта душа, она нашла свой путь домой, дома. чтобы она шла этим путем, чтобы она развивалась в направлении своей природы, бескорыстного служения. Это хорошая просьба. Это хорошая просьба. Это точно сделает душу счастливой. хватит, Продолжение следует...